Веселый, общительный, дружелюбный пес, желающий со всеми и всегда поиграть. Любит играть с палочкой и гулять по лесу. Аплодисменты, друзья! Участники у нас идут с хозяйкой практически в одинаковых костюмах. Приговор модного суда – хороший мальчик. Несколько десятков хвостатых друзей человека доказали, что достойны такого статуса. Участники дефиле подготовили костюмы и себе, и хвостатому другу. Выступали как звезды других собачьих показов, так и новички вроде Алисы. Уже успела искупаться. Алиса очень любит водные процедуры. Давайте поаплодируем. Именно по этой причине на Алису не стоит заморачиваться, одевать какой-то костюм, потому что она везде найдет водоем для купания. Сама пыталась как-то научить команду сидеть, лежать. Я не могла, мама научила. Как справились? С помощью вкусняшек всяких. Ну ничего, поддается воспитанию, правда, сложновато, с характером, мадам. В программе модного приговора, кроме дефиле четвероногих, мастер-класс от организаторов. Зрителям рассказали, как правильно вычесывать питомца и как изготовить для него игрушку, чтобы не тратить на это средство в магазинах. А также напомнили, что хороший хозяин должен заботиться о своем любимце. Контроль, ходим к ветеринару, стрижемся. Ну, на самом деле, это так доставляет удовольствие, мы так к нему привязались, это прям настоящий член семьи уже. Каждый владелец собачки, участвующий в дефиле, а всего на подиум вышел 21 питомец, заплатил организационный взнос. Деньги пожертвовали приюту Бусинка. Всего, вместе с добровольными перечислениями насчет приюта и долей от прибыли ярмарочных палаток, Бусинки передали 46,5 тысяч рублей. Средства пойдут на содержание животных. В основном мы по котикам, у нас всего 650 котиков и вот 108 наших собачек. Собачек забирают крайне редко. В прошлом году мы всего лишь две собачки пристроились за весь год. В этом году, к сожалению, пока еще ни одна собачка не уехала в свой дом. Каспер в приюте уже два года. Он тоже выступал на показе, специально отмытый в грумер-студии и с покрашенным цветным хвостом. Надеемся, что такие мероприятия у нас будут чаще, и мы сможем как-то после них немножко подраздать наших песиков. Они уедут в новые дома. Есть много бездомных животных, и хотелось бы, чтобы этого стало намного меньше, чтобы больше было животных все-таки в своих домах. И чтобы обращение к животным, ну, мягче стало, как гораздо. Первый опыт праздника для собачников прошел успешно. Публика ждет, что представится шанс посетить его снова. У меня дочка здесь волонтером работает, и мы пришли, в общем-то, посмотреть. И очень даже пожалели, что не принимаем участие. В следующий раз будем знать, обязательно прием участие. Оденем красивые наряды и продемонстрируем их. А пока одни барнаульцы готовят костюмчики своим хвостатым, другие задумываются не завести ли и им нового члена семьи. Владельцы приюта будут рады в этом помочь, если такое желание появится. Дарья Ярушина, Алексей Фризин. День с толком.